Чего-то такой чувак, он какой-то придумал способ делать быстро, много и разнообразно. Дизайнер, короче, он все-таки, как ни крути, он ограничен своим стилем. И я замечаю, что очень мало кто может работать в разных направлениях, в разных стилях. Рано или поздно рука набивается на какой-то определенный, короче, стилек, который заходит лучше всего. Вот это со всеми происходит, с дизайнерами. Есть, в общем, какое-то общее поле вкусовых предпочтений, как я это представляю у людей. И редко кто может это проигнорировать, когда тебе все пишут, ты делаешь говно, ты мудак, и все твои работы просто полный отстой. И человек начинает как-то стараться делать какой-то общий конвейер в какой-то норме. Вот Иронов, мне нравится, что он на эту норму плюет. Самое главное, это, конечно, скорость и простота. Допустим, если работать с человеком, с обычным, то, во-первых, для начала нужно его найти и понять, откуда его взять. Это занимает много времени и усилий со стороны клиента. Если человек просто сейчас пойдет в интернете искать себе дизайнера, он споткнется прям об кучу людей, которые не имеют работы, недисциплинированные, которые не сдерживают обещания или делают просто плохо свою работу, или сливаются после первых же трудностей, комментариев и проблем. Когда ты находишь этого человека, вот среди всех этих проблем, вот нужного, более-менее нормального, тебе нужно с ним еще как-то договориться. То есть все равно может куча всего случится, ты можешь не сработаться, у вас может во вкусах не сойтись, человек может тебя не понять. Куча, вот работа с людьми, это самое, наверное, сложное, что есть в жизни. И на фоне этого Ирона выглядит как просто, блин, благословение. Особенно если ты понимаешь, в чем прикол и в чем ценность. Не нужно тратить время никакого, никакой боли, никаких проблем, никто никогда не сольется. Ты просто пару кликов сделал, выбрал и моментально получил результат лежа на диване. Ни с кем тебе не нужно общаться, никакие переговоры там есть, не нужно тебе никого смотреть там живую, степень упортости выбрал, короче, какую ты хочешь. И все. Если ты шаришь в этом, ты прям очень быстро себе точно подберешь нужный вариант. Логотип и в целом айдентика и брендинг, это может быть очень быстро, легко и просто. Что точно так же, как, не знаю, сделать там звонок, отправить смс-ку. И с приходом таких инструментов отпадает необходимость иметь крутой скилл, но не отпадает необходимость шарить в том, что ты делаешь, понимать, зачем ты это делаешь, как это использовать. Совершенно поменяется набор скиллов, которые нужно дизайнеру иметь. Будет больше оценивать и выбирать, чем рисовать сам и тратить время на это. А почему бы не сделать, допустим, дизайн, который может к себе внимание привлекать, который хочется обсуждать, который как-то уже больше в искусство уходит. То есть не просто какую-то абстрактную картину, которую не растеть там с генерила, а создать какой-то объект не с помощью человека, который можно использовать, с помощью которого можно новые объекты создавать и уже вдохновляться этими объектами. Это вот так Ронов типа делает.